Пожалуйста, представитель Сергея Миронова. Уважаемые граждане, у нас трудный выбор. Хотелось бы пожелать нам всем мудрости и гражданской ответственности. Хорошо было бы, конечно, чтобы у нас был Столыпин среди кандидатов или Александр Второй, реформатор. Но выбирать нужно из тех, что есть. Но Столыпина у нас для вас нет. А есть пять кандидатов, среди которых Путин, за которого больше нельзя голосовать, Жириновский. Но давайте выберем его директором театра комедии или театра провокации и комедии. И остается три значимых человека. И среди этих трех людей, Миронов, это консолидирующая и компромиссная фигура. Потому что он гораздо более приемлем для людей бизнеса, чем Зюганов. Потому что его программа очень умеренная, экономическая. Это человек, социал-демократ европейского толка. С другой стороны, Миронов более приемлемая фигура для людей труда и для социально незащищенных слоев населения, чем Прохоров, который много раз уже оговаривался и о увеличении пенсионного возраста, и о увеличении рабочей недели, и о снижении пособий. Поэтому, вот, Миронов и мог бы стать тем человеком, который максимально полно соответствовал бы чаяниям большинства граждан России. Я хочу, чтобы в настоящее время на посту главы государства находился такой человек, рассудительный, взвешенный и осторожный, который не наломает дров, который, на самом деле, близок к той политике, которая проводится сейчас, который другой, но осторожный, который взвешенный человек. И я призываю вас голосовать за Миронова. Я призываю вас голосовать за справедливость, за достоинство, за совесть Сергея Миронова в президенты.